здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики с вами андрей компания кваградус и сегодня у нас видео посвящено первой перегонки браги которую мы ставили в прошлом ролике ссылочку вы найдете описание под данным видео а я напомню мы ставили на 4 килограммах муки и использовали для сахарения ферменты данный эксперимент я предварительно конечно же делал в домашних условиях и что я вам скажу точно такая же брага я перегонял на индукции она благополучно пригорела не критично в спирте сердце я ничего не слышал пока была первая перегонка но когда я слил отработавшую борту внизу была такая вот пригоревшая смесь она тоже как бы была без запаха но факт остается факт с фактом на нижнем нагреве пригорает поэтому сегодня мы попробуем перегонять на тенни и есть такой небольшой лохайк так называемый когда чтобы не пригорали вот такие браги которых еще есть остаточный крахмал или густые браги не сильно густые от полу густые так скажем наливают жидкую часть чтобы тен покрыла естественно наливают жидкую часть нагревают эту жидкую часть градусов до 60 только потом обливают остальную густую часть таким образом создается вот завихрение в баке это субстанция которая там начинает кипеть и дегазация происходит она крутится и вероятность пригорания гораздо меньше вот сейчас мы это и попробуем брагу ту который оставил дома я положил у тех дрожжей не 35 грамм а по моему в районе 20 грамм так вот когда меньше дрожжей выбродила но на один день дольше но зато брожение было не такое активное пены практически не было вот когда я положил в эту брагу 35 грамм вот пену мне пришлось сбивать печенье но когда пена поднялась уже до критического уровня я открыл бак посыпал раскрашенный раскрошил печенье обыкновенное любое которое дома есть посыпал и пена сразу же села и больше проблем никаких не было брага этот бродила за четыре дня то есть три дня было очень активное брожение я даже удивлялся откуда там столько углекислоты выделяется на четвертый день она очень резко успокоилась достаточно и вот что у нас получилось внизу остались остался осадок от остатков муки которые не переработаны и дрожжевой осадок ну на запах ну я скажу приятная брага вот запах немножко запах той же муки когда вот когда засыпаешь муку размешиваешь это запах стоит примерно он такой же остался поэтому заливаем верхнюю часть ставим на нагрев нагреваем градусов до 50-60 примерно и тогда вливаем остальные части будем собирать давайте приступим пригонять будем на аппарате делюкс в режиме под стил с использованием диоптера диоптеры для того чтобы наблюдать спенивание если пойдет пена надо уменьшить нагрев до такого состояния чтобы пена не попадала в отбор тогда у нас получится максимально качественный спирт сырец по ощущениям нагрелась уже градусов до 50 но дотронуться можно но недолго так держать долго уже не получается значит тоже температура такая большая вот теперь заливаем всю остальную часть ну и собственно сама первая перегонка кто вообще первый раз смотрит данный ролик еще раз пройдусь то есть начало процесса начинается в районе 85-95 градусов зависимости от спиртуозности вашей браги то есть чем выше спиртуозность браги тем раньше начнется процесс испарения и воду подаем когда температура достигнет восьмидесяти пяти градусов хотя бы в небольшом количестве чтобы она там была чтобы не прозевать а когда уже пойдет сам процесс когда появится первая стройка когда она устаканится тогда надо настроить водичку так чтобы вот холодильник был нижней части холодной верхней допускается горячей посередине где-то теплой тогда продукт вытекает прохладный ну самое главное условие это чтобы продукт вытекал прохладный не парил не горячий контролировать крепость будем сегодня с при помощи попугая или устройство непрерывно контроля крепости так его еще сложно длинно называют очень удобная штука для первой перегонки вы можете не ориентироваться допустим на термометр а ориентироваться на спиртуозность струи то есть как только спиртуозность струи достигнет 10 градусов 10 объемных долей спирта как правильно говорят я где-то в районе до пяти градусов дальше не отгоняем вот когда меньше там 10 5 примерно как надоест такой и заканчиваю все будем собирать единую емкость без отделения голов хвостов то есть от первой капли до пяти градусов струи и тогда уже когда закончим процесс подведем итоги что у нас получилось 4 килограмм муки на ферментах и по подключению вода подается всегда в нижнюю точку вот на синий шланг это подача холодной воды с вашей с вашей системы а горячая вода отработана идет канализацию или если там мы собираете в бочку использовать для измерения крепости будем наборы лабораторных ориометров профессиональных асп-3 которые вы можете найти у нас на сайте они идут вместе с измерительной колбой ну для данном случае у нас измерительной колбы будет попугай и первый мы возьмем от 70 до 100 сразу его опустим чтобы понимать нам интересно будет какие вот какие первые там эти 100 миллилитров наберутся какой крепости все друзья ждем пока температура вверху термометра не начнет резко увеличиваться и будем наблюдать за диоптером чтобы не было вспенивание что пена не попала в отбор и испортила на спирт серец она так будет достаточно мутноватый только из-за того что все-таки в зерновых достаточно много сивушных масел много жира и поэтому спирт серец получается мутный кто-то писал комментариях вот такие аппараты спирт серец получается мутные но друзья это зависит от того какую брагу вы перегоняете если брага сахарная осветленная конечно же сахарные сердце они не мутные в основной своей если вы перегоняйте брагу не осветленные с дрожжевыми составляющими да тогда получается спирт серец мутный опять же можно сделать спирт серец не мутный поставьте царгу набить ее насадками даже можно давать частичную маленькую деплегмацию или если это на открытом помещении происходит у вас естественно деплегмация идет за счет охлаждения стенок тогда конечно же серец получается лучше но это не панацея мутный он или не мутный нам самое главное избавиться от дрожжей при первой перегонке ведь задача первой перегонки избавиться от дрожжевой составляющей как можно скорее как можно быстрее перегнать и укрепить и второе тоже немаловажно это укрепление потому что с укрепленным спиртом сердцом гораздо проще и лучше работать температура дошла 78 градусов и вот уже первая струечка потекла у нас это мы наблюдаем возврат флегмы небольшой все-таки идет частичная дефлегмация за счет того что верхняя часть колонны не прогрета помещение у нас достаточно здесь прохладное где мы снимаем и вот видите небольшое получается укрепление но незначительное она пройдет то есть как колонна полностью прогреется то диоптер будет практически но увидите спиртозность очень даже маленькая 70 градусов первое значит не так много у нас там набродилась пьетом это неважно зерновые они не бывают супер крепкие это сахарные начинаются с 80 и можно наблюдать очень резкое сразу падение спиртозности она сейчас градусов до 60 упадет очень резко а потом будет плавно плавно снижаться до 0 итак друзья как говорится эксперимент не удался пошел при гар вот вы можете наблюдать я не думаю что кто-то из блогеров вам такое покажет реально пошел запах гарри это я уменьшил нагрев в два раза но все равно это наблюдается ну не знаю давайте давайте я попробую поставить это все на индукцию как дома тэн выключу потому что на тэне такие вещи перегорать пол при перегонять получается не годится в любом случае мы будем перегонять это на спирт посмотрим получится ли у нас исправить вот этот пригар все-таки в запах я сейчас понюхаю да есть уже запашок такой попкорна знаете какой-то не то чтобы он сильный не не критичный и вот даже интересно будет исправить ректификация вот эту вот вещь то есть мы будем делать на максимальном укрепление пока давайте я выключаю поменяю на индукции отобрали мы уже два литра спирта сырца крепость острие 40 градусов примерно но как-то наладилось но конечно же пригар уже есть потому что в запахе сырца чувствуется пригар и теперь самая главная интрига это удастся ли нам следующем выпуске следующем видео по перегонке этого этого спирта сырца избавиться от этого запаха конечно же при перегонке браха такие густых как фруктовых особенно это касается абрикосы сливы зерновых касается муки или каких-то таких вот брах который все-таки содержит себе мульку обязательно надо использовать пароводяные котлы парогенераторы парогенератор у нас есть на сайте конечно же эту брагу надо было перегонять на парогенераторе также у нас анонсируется выход пароводяного котла возможно на момент выхода это видео пароводяной котел уже будет на сайте конечно же такие браги желательно перегонять на таких вот устройства которые не дают пригорания итак друзья подходит к окончанию первая наша перегонка такая вот экспериментальная с изюминкой как говорится отобрали больше чем четыре с половиной литра спирта сырца крепость сейчас уже 10 градусов в струне конечно запах горелого чувствуется уже достаточно отчетливо но он и хвостами идет и и запах конечно это слышно все друзья выключаем не будем бороться за какие-то там миллиграммы спирта до 5 градусов я не буду отбирать выключаем сливаем мы сливаем бордо и покажем что там у нас внутри я думаю пригорело там очень замечательно очень конкретно и днище и тен и так друзья краткое подведение итогов замер что у нас получилось 4 килограмм муки практически 5 литров сырца чуть-чуть не добрали до 5 буквально 100 грамм и общая крепость чуть чуть больше чем 35 градусов получается что 400 с лишним миллилитров спирта с килограмм муки замечательный выход отлично сбродило отлично сахарилась теперь наша задача с этого все таки получить спирт далекий запашок такой конечно неприятненький есть будем будем теперь исправлять теперь самое интересное бордо я уже слил что у нас там внутри ну как видите ничего особо криминального нет тен да тен вот пригорел на него налипла эта мучка одно абсолютно не пригорело вот смотрите полтора киловатта я давал на индукции вот такое у нас видео получилось первой перегонкой как говорится до следующей перегонки не забываем подписываться жмите на колокольчик если вы хотите первыми увидеть наше видео не пропустите его следующее с вами был андрей компания акваградус до следующих встреч друзья